добро пожаловать в новый видеоурок меня зовут александр владимиров эта школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить полезные видео уроки сегодня мы с вами поговорим о том как обрабатывать бочку и вообще как с ней работать в электронной танцевальной музыки и так бочка казалось бы с одной стороны что может быть проще с другой стороны такой важный элемент в любом электронном треке давайте для начала разберем некую анатомию бочки это важно для того чтобы нам понимать какой обработкой мы вообще можем на эту самую бочку воздействовать и так бочка как правило в электронной танцевальной музыки представляет собой просто аудио сэмпл который мы можем загрузить либо прям в наш плейлист над аудио дорожку либо можем использовать какой-нибудь сэмплер и через миди например через quick sampler загрузить тоже кик оба варианта вполне рабочие давайте прослушаем такую простую совершенно бочку ничего особенного обычный прямой ритм и так у бочки есть некоторые важные составляющие первая составляющая это так называемая атака или транзиент и тело бочки то есть если мы вот так вот посмотрим у нас есть вот эта громкая часть это первоначальный транзиент есть этот хвост можно назвать это еще tail и так далее если мы сделаем вот так то мы получим вот этот вот первоначальный такой тычок а если мы уберем вот эту часть то мы получим этот вот низкочастотный хвост. И вот этими двумя моментами мы с вами будем тоже оперировать при работе с киком. Второй момент заключается в том, что любой сэмпл бочки, как и любой звук, он имеет определенные частоты. Мы знаем, что у нас есть низкие, средние, высокие частоты. И когда мы включаем бочку, мы видим и слышим низкие частоты, средние, даже высокие. Может показаться, что высокие частоты для бочки. О чем вы? Самое главное — это низкие частоты. Но это некоторое заблуждение, потому что вот этот именно высокочастотный тембр, он дает так называемый клик или, как по-другому говорят, щелчок, по-русски говоря. Давайте вот послушаем, как он звучит. Это тоже очень важная составляющая любого кика. В принципе, все. Мы сейчас не берем в расчет какие-то там тональности бочки. Это отдельная тема, это холиварная тема. В общем, мы ее сейчас затрагивать не будем, иначе видео будет долго. А комментариев у нас будет под этим видео очень-очень много. Поэтому на это мы пока не обращаем внимания. Итак, что мы можем вообще сделать с бочкой? Для начала нам нужно все-таки еще кое-какую вещь прояснить. Когда мы используем сэмплы из различных библиотек, сэмплов, то эти сэмплы практически всегда, они уже за вас обработаны. Да-да-да. Когда вы берете какой-то сэмпл из какого-то пака, то уже там есть какая-то обработка. Компрессия, эквализация и может быть что-то еще. Мы не знаем, но мы знаем, что там практически наверняка какая-то обработка уже имеется. И исходя из этого, лично я, когда пишу треки, я практически, ну не то, что практически, я достаточно редко обрабатываю бочку. Почему? Потому что я просто беру тот кик, который мне максимально нужен. Тот кик, который мне максимально нравится, как звучит. И все. Тем не менее, что мы можем сделать с бочкой для того, чтобы, ну, как-то исправить ее? Например, мы можем взять тот же эквалайзер. Это популярный вариант. И мы можем, например, добавить низкие частоты. Если нам кажется, что низких частот в бочке не хватает, но здесь ключевой момент. Если нам кажется, что низких частот у бочки не хватает. Такое бывает, лично на моей практике, достаточно редко. Вторая частота или, правильно сказать, диапазон частот, который требует некого внимания, это в районе 200, 300, 400 Гц. Как правило, эти частоты содержат некую такую коробочность, пластмассовость, кто как это называет. Называйте, как хотите, но звук вот примерно такой. Сейчас не сильно заметна разница. И это еще раз повод задуматься, что, а нужна ли вообще здесь такая эквализация? То есть какой-то капитальной разницы мы не слышим. И делать такую эквализацию только потому, что вы где-то на Ютубе это увидели, что все так делают, а некоторые реально так делают просто по умолчанию. Это, конечно, неправильно. Нам нужно понимать, что мы делаем и слышать реальную разницу, а не просто доверять тому, что нам кто-то сказал. Поэтому эта частота, это то, что мы иногда контролируем в бочке. Но, как правило, опять же, я повторюсь, бочки уже обработаны в библиотеках. Если вы нашли хорошую бочку, а не какую-то, как попало, сделанную, то там уже это все, скорее всего, учтено. И вы можете лишь немного этот момент откалибровать. И, конечно же, клик. Клик — это высокие частоты, которые очень важны для бочки. Почему они важны? Объясняю на простейшем примере. Представьте себе, ваш трек решили поставить в качестве рингтона. Вот представьте себе, ваш трек настолько известный, что человек захотел поставить на свой какой-нибудь Samsung или еще на что-то, ваш трек. Но в вашем треке у бочки нету никакого клика вообще. Там ее, в принципе, нету, этого щелчка. И тогда от вашей бочки ничего не останется, потому что низкие частоты на телефоне не воспроизводятся, как и на многих других акустических системах. И все, ваш кик просто практически не будет слышен. Он будет теряться в миксе. А если у вас есть щелчок, то тогда все будет ништяк. Ваш кик будет хорошо слышен даже на самой стрёмной акустике. Даже на даче могут на каком-то старом магнитофоне включить ваш трек, а бочка будет читаться. Та же история и с басом. Но про бас я рассказывал в отдельном видео. Обязательно его посмотрите на нашем YouTube-канале. Можете, конечно, сказать, что, ну, Александр, ну это же не панацея. Ну, конечно, не панацея. Есть разные жанры музыки. Например, какой-нибудь техно. Такое вот прям андеграунд, дарк техно. Ну, кто будет ставить на андеграунд дарк техно, блин, на рингтон или слушать его на даче? Согласитесь, это странно. То есть там бочка может быть достаточно низкочастотной, а клика может особо не быть. Но для большинства жанров музыки, если мы говорим особенно про коммерческую музыку, то, конечно, это важно, потому что так будет бочка более читаемая в миксе. И вот это та обработка, которую я иногда делаю. То есть низкие частоты я редко когда поднимаю. Здесь я тоже не часто применяю эквализацию этой частоты. А вот клик я нередко бывает контролирую при работе с бочкой. Вот такую эквализацию я делаю. В общем-то, все. То есть вот так вот вы можете с этим работать. Это эквализация. То есть мы работаем с АЧХ звука. Дальше у нас идет компрессия. Это тоже достаточно популярная штуковина, которая определяет то, как будет бочка работать. Давайте посмотрим, как выглядит наш кик через SM-соскоп. SM-соскоп — это плагин, который показывает, по сути, то же самое, что и мы здесь видим, то есть форму волны, но в режиме реального времени. Очень похоже. И мы видим действительно, что вот он есть транзиент, вот он — атака, а вот он — хвост. И с помощью компрессии мы можем все это дело исправить так, как нам нужно. Например, если мы считаем, что у этого, например, кика, ну чисто гипотетически, транзиент недостаточно мощный, мы можем его выделить. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Например, мы сделаем вот так вот поставим, ну пускай релиз будет 50, а так упускай 20 и так нормально подкомпрессируем этот сигнал. Смотрите, как отличается теперь наш кик. Вот транзиент, вот он какой. Мы можем еще мейкап увеличить и смотрите, как получается. Замечательно, у бочки появился транзиент еще более ярко выраженный, чем он был ранее. Нужно ли так делать? Это уже большой вопрос. Я, например, считаю, что здесь такая обработка, она вообще неуместна, потому что, блин, у бочки и так есть транзиент, и он достаточно явный, он достаточно хороший. И благодаря этому, ну как бы я сейчас его гипертрофировал. То есть сейчас у нас супер яркий транзиент, а это тело бочки, оно просто исчезло. Из-за этого бочка становится тонкой и стрёмной, и просто паршивой. Если же так получилось, у нас обратная ситуация. Но нам нужно наоборот, чтобы у нас транзиента не было, мы можем сделать нулевую атаку. В данном случае конкретно этот эквалайзер, он все равно будет пропускать немного транзиента. Поэтому, как правило, для таких целей я не очень доверяю компрессорам. Ну, тут можно попробовать разные режимы, повыбирать и так далее. Но я в целом не очень доверяю компрессорам в этом плане. Мне здесь больше нравится просто обычный лимитер, который позволяет нам взять и поджать этот самый кик. Здесь мы увеличиваем input gain и параллельно уменьшаем output level. Я думаю, вы наглядно видите и слышите, что поменялось. У нас вот этот транзиент, он теперь не такой пробивной, как был раньше, потому что он стал относительно тихим. А вот эта sub-составляющая, она стала более громкой. И по итогу мы получили несколько иной характер бочки. Как должно быть, это зависит уже исключительно от ваших предпочтений, как вам нравится и так далее. То есть не нужно думать, что вот обязательно мы должны использовать какую-то компрессию с подчеркиванием транзиента. Камон! В данном случае, ну, как бы, блин, это подчеркивание, оно просто делало бочку очень тонкой. И она прям становилась стремной. На мой взгляд и на мой слух, эта бочка звучит абсолютно нормально. У нее есть хороший транзиент, у нее есть хороший хвост. Без какой-либо обработки. По-моему, все в балансе. Если так получилось, что ваша бочка вам нравится, все отлично, но ей не хватает транзиента, реально не хватает, вы можете с помощью компрессора или какого-нибудь транзиента дизайнера выделить это дело. если, например, у бочки очень кликающая вот эта вот часть, вы можете с помощью лимитера попытаться это убрать, вот этот пик именно. Ради бога, как вы хотите, важно понимать, что вы делаете. Единственное, что еще здесь я бы сделал, я бы у этой бочки конкретно бы, скорее всего, немного попробовал ее укоротить, потому что она слишком такая, ну, как бы, длинная, и я бы ее сделал покороче. В принципе, можно было бы загрузить тот же самый Q, например, Q-сэмплер, и вот здесь вот так вот укоротить ее и сделать вот такой вот фейд. Ну, на мой взгляд, здесь это делать гораздо удобнее и проще, на самом деле. Почему бы я так сделал? Потому что длина бочки довольно большая, ну, то есть, смотрите, она занимает почти все пространство, а басу места почти не остается, то есть, понимаете, да? А где будет бас? А если мы сделаем вот так, например, и здесь еще сделаем фейд, то получается, что вот это место, оно четко под бас остается. Вообще шикарно. Это, опять же, все теория, но она не лишена практического смысла, на это действительно нужно обращать внимание, потому что, если у вас будет, как вам кажется, супермощная бочка, то по итогу в эта бочка она просто-напросто, ну, как бы, займет все место, а басу места не останется, и у вас будет полная каша в миксе, и вы не будете понимать, а что вообще к чему. Поэтому длина бочки, она тоже важна. Да, и мы можем это регулировать. Что еще мы можем применять на бочке? Конечно, мы можем применять дисторшн и сатураторы. Это больше относится к хип-хопу, рэпу, к каким-то жанрам музыки, ну, которые более агрессивные, там, опять же, какой-нибудь там хард, стайл, ну, вот такие вот жесткие стили. Здесь уже изначально бочка, она такая, ну, с небольшой сатурацией, мы можем еще добавить какого-то дисторшна. Это все делается по вкусу. То есть, в принципе, мы можем это делать, но, опять же, запомните, что очень часто бочки, которые вы берете, если вы берете эту бочку там в каком-то сэмпл паке, например, для хип-хопа, рэпа, трэпа, то вполне вероятно, что там уже есть какая-то сатурация и вполне вероятно, что дополнительная сатурация может быть уже лишняя. Поэтому конкретно в этом треке я пробовал применить сатурацию, но в итоге, вот как вы видите, я от клип-дисторшна отказался, и я ставил ту бочку так, как она была изначально. Вот так вот. Соответственно, да, если что, это проект хип-хоповский. На самом деле, вот, я просто здесь добавил бочку с прямым ритмом. Значит, что еще? Какие еще эффекты мы можем добавить? А по сути и все. Что у нас еще есть? Всякие вот эти амплифайеры? Нет, это по сути для гитары, для бас-гитар. Это как бы, так или иначе, ответвление от дисторшнов. Дилей на бочке, но я думаю, вы все знаете, что это точно не нужно. Динамическую обработку мы разобрали, дисторшн разобрали, эквализацию разобрали. Фильтр, это по сути тот же эквалайзер. Какой-то имейджинг, бочка должна быть в моно. Это тоже очень важно. То есть бочка, она должна звучать у вас в моно. Как проверить, в моно бочка или нет? Мы берем метеринг, мультиметр, и здесь смотрим, что он нас показывает. Смотрим вот сюда, где correlation, и где correlation, у нас вообще ничего не должно быть. Если у вас здесь такая палочка будет гулять вот где-то здесь, значит бочка в стерео. Если она уходит сюда, это значит бочка дико в стерео, и это, ну я даже не знаю, такой бочки, наверное, в принципе не существует. Бочки, они почти всегда в моно. Это нормально. Единственное, что может быть, что допустимо, когда, например, высокочастотный клик, он может быть слегка в стерео, но низкие частоты, они по-любому должны быть в моно. Как проверить, низкие частоты в моно или нет? Вы берете фильтр или эквалайзер, и просто срезаете средние высокие частоты у бочки, оставляете только низкие, и прогоняете его через вот этот вот плагин. Если у вас есть какой-то плагин типа имейджера, там того же iZotopazon, то как бы, ну вообще шикарно. Вы берете имейджер, где у нас тут, и солируете конкретно только низкие частоты, и все там будет четко, ровно. Ну то есть вот вы можете засолировать только низкие частоты и посмотреть также, что здесь показывает. Это тоже очень важно. Дальше, что мы еще могли бы применить? Ну, например, изменение питча. Ну, я не рекомендую там как-то делать бочку выше, ниже по питчу. Опять же, лучше найти максимально подходящий сэмпл. И реверберация. Реверберация на бочке не используется в 98% случаев. А что же тогда эти 2%? Случаев, когда мы можем использовать реверберацию на бочке. Реверберацию на бочке мы можем использовать, если мы пишем техно. И то, не каждая техно нуждается в такой бочке. Есть специальная техно, такой rumble kick, такой с грохотом таким. Это и то специфическая техно, которая вот требует ревер на бочке. Но это тоже тема отдельного урока. То есть запомните, что реверберация на бочке это прям дурной тон. В принципе все. У нас как бы и нет больше никаких особо других обработок. Все какие-то там сверх навороченные какие-то плагины, которые вы там где-то можете найти в интернете, которые сделают ваш кик очень крутым, классным, они все оперируют по сути теми же самыми работами, как плагин динамической обработки. То есть это скорее всего какая-то компрессия идет. И скорее всего какая-то легкая сатурация и какая-то эквализация. По сути и все. Вот все, что можно делать с бочкой по большому-то счету. Поэтому главные выводы, которые стоит, я считаю, запомнить, пройдя этот урок и посмотрев его. Во-первых, бочки уже за вас подготовлены, обработаны и слейрины. Да, если вы любите делать лейринг бочки, ну, поздравляю вас. В кавычках занимайтесь изобретением велосипеда. Да, за вас уже бочки обработали и слейрили. Поэтому я практически всегда беру просто одну готовую бочку и даже ее не лейрю. Редкие случаи, когда я это делаю, и то, если это какой-то, не знаю, там, хардстайл, где это действительно стоит того, может быть, какой-то хаос, прям такой вот классический такой, но это достаточно редкое явление. Поэтому все бочки уже хорошо звучат, их нужно просто чуть-чуть улучшить с помощью какой-то обработки, но никак не исправлять стремную бочку, пытаясь из нее с помощью обработки сделать что-то достойное. И еще раз акцентирую внимание, что мы сейчас говорим про электронную музыку. Безусловно, если вы работаете с живой музыкой и у вас вживую записана бочка из барабанной установки, то, конечно, она сырая, ее нужно обрабатывать. Но, повторюсь, в сэмпл-паках почти всегда сэмплы обработаны. Ну что ж, на этом все. Вы знаете, как работать с бочкой, вы знаете анатомию бочки, да, вы, блин, все знаете про бочку, поэтому сейчас ваша задача, конечно, сделать максимально мощный трек, где бочка будет звучать хорошо. И последнее, почему, возможно, вы все это знаете, применяете, но бочка у вас не звучит, а просто потому, что вы неправильно сделали обработку всех остальных звуков. Вполне вероятно, что ваша бочка сама по себе хороша и в соло звучит отлично, но в миксе она звучит отвратительно, потому что ей мешают. А вот это уже тоже тема отдельных наших уроков и курсов. Ну что ж, на этом уже точно все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok